В Ставрополье полицейские ликвидировали крупный преступный синдикат. А злоумышленники наладили производство и сбыт синтетических наркотиков не только в разных регионах России, но и за рубежом. При этом в преступную группу входил даже кандидат химических наук. Он использовал университетскую лабораторию для изготовления зелья. Александр Сиротин продолжит. На рабочем месте лаборанта Ставропольского университета оперативники госнаркоконтроля проводят обыск. 30-летний кандидат химических наук занимался изготовлением наркотиков, прикрываясь научной деятельностью. Наркотиком получившееся вещество становилось позже. Это только первый этап сложного производства. Сырье химик получал от своих заказчиков. В лаборатории университета из белого безвредного порошка выделял психоактивную составляющую, а после продолжал производство в других местах, где наносил активное наркотическое вещество на листья мать и мачехи. Сушил их и фасовал в пакетике. До 400 штук в день. В качестве лаборатории торговцы использовали съемное жилье. В основном это были частные дома. Так проще не привлекать внимания соседей. В этом доме оперативники обнаружили первую точку, где синтезировали наркотик. И производство здесь было уже на таком уровне, что ее, если можно так сказать, научный сотрудник уже приступил к экспериментам по созданию собственной формулы. Как говорит химик, делал он это из профессионального интереса. Знаний и любознательности лаборанту хватило, чтобы синтезировать целый ряд новых наркотиков. Три, четыре, потом, кажется, пятый саппрофеном. Выглядит, что могли синтезировать пять лет этих веществ? Да. Новых это абсолютно? Абсолютно новых, которые не относятся к списку. Дело в том, что в России есть официальный список запрещенных формул, которые являются наркотиком. И чтобы формально вывести свои действия из незаконного поля, химик придумывал новые соединения, незначительно меняя прежние. Получались вроде как незапрещенные курительные смеси. Ученый работал на крупное преступное сообщество, которое распространяет созданные им наркотические вещества по всей России и даже за рубежом. Запрещена незаконная деятельность организованного преступного сообщества. Насчитывался более 30 активных членов, занимавшихся незаконным сбытом и поставкой наркотических средств группы GWH на территорию субъектов Российской Федерации более 20. Это среди которых входили Республики Северного Кавказа, Москва, Московская область, Ставропольский, Краснодарский край, Республика Башкортостан и другие, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Интернет быстро стал основным каналом сбыта наркотиков. Пакетики высылали по почте, оплату принимали электронными переводами. В отношении всех членов этого незаконного бизнеса сейчас возбуждено 206 уголовных дел. Его организаторам грозит до 20 лет лишения свободы. Александр Сиротин, Ольга Кири, Олег Ващенко и Виктор Ангелов. Первый канал Ставрополь.